Всех приветствую! Какое-то время назад у меня на канале было видео, где я рассказывал, почему у меня не работала вот эта плата блока питания из китайского радиоконструктора. Тогда оказалось, что дело было в неисправных микросхемах операционных усилителей. Ну и для их проверки я собрал тогда небольшую схемку, ну такой вот тестер операционников. Данный тестер вызвал неожиданно высокий интерес у зрителей, поэтому я решил немного доработать этот проект и выпустить, скажем так, более повторяемую его версию. В основе схемы лежит так называемый мультивибратор. Это простой генератор сигналов на двух транзисторах. Не буду углубляться в принцип его работы, но суть в том, что здесь два транзистора, которые по очереди открываются и закрываются. Когда транзистор открыт, то он садит один из выходов на землю, и тогда на этом выходе напряжение получается близкое к нулю. Ну а когда транзистор закрыт, ток через него не течет, тогда на выход поступает какое-то напряжение через резистор. Ну и так эти транзисторы между собой переключаются. Получаем два сигнала, которые мы можем подать на входы операционного усилителя. Ну а также кроме этого я еще тут светодиодики подключил. Операционный усилитель является дифференциальным усилителем, то есть он усиливает разницу между двумя сигналами. Без обратной связи коэффициент усиления у операционника огромный. Ну на самом деле чуть поменьше, но почти. Поэтому если напряжение на одном входе, ну допустим не инвертирующем, немного выше чем на инвертирующем, то усилитель постарается выдать максимально возможное напряжение, которое только может. Но это будет не больше чем напряжение питания, понятное дело. Ну а если же наоборот сигнал на инвертирующем входе окажется больше, то соответственно усилитель выдаст минимально возможное напряжение. В случае с однополярным питанием это ноль. Такую схему называют компаратором, то есть схемой сравнения двух сигналов. Если один больше, то на выходе одно, если второй, то другое. Но на самом деле все даже круче. Если мы посмотрим на выходные каскады типичного операционного усилителя, ну например ЛМ358, то увидим, что на выходе там стоит два транзистора. И если нужно подать высокое напряжение, то открывается один, и ток течет через него на выход. Если же нужно подать низкое, то открывается второй транзистор, который садит выход на землю. И если мы подключим к нему какие-нибудь светодиодики по вот такой схеме, то в случае открытия одного транзистора, ток потечет вот так, и загорится один светодиод. Ну а если же открывается другой транзистор, то ток потечет вот так, и загорится другой светодиод. Ну а так как напряжение на входы усилителя мы подаем с мультивибратора, и они постоянно меняются туда-сюда, то и эти светодиоды также будут мигать туда-сюда. Будет загораться то один, то второй. Таким образом мы можем проверить, вообще адекватно ли работает операционный усилитель. Ну и по миганию светодиодов мы можем определить, действительно ли у него исправны оба выходных транзистора. Ну в общем, такая вот забавная схемка. Из дополнительных компонентов тут еще обозначен разъем питания, диод по питанию для защиты от переполюсовки, ну и вообще питание подается через кнопочку, чтобы оно не поступало, когда не надо. Ну кстати схему можно питать от кроны 9-ти вольтовой, ну а можно от блока на 12-15 вольт, где-то так. Ну а также между мультивибратором и операционником установлены дополнительные резисторы, на тот случай, если, например, вход операционника пробит на плюс питание, чтобы не пожечь светодиоды. Я здесь предусмотрел подключение одинарных операционных усилителей, ну там где один операционник в одном корпусе DIP-8, так и сдвоенных, там где два операционника в одном корпусе DIP-8. Схему я делал в программе Кикат, в этой же программе разводил печатную плату. В теории это позволяет экспортировать данные в какой-нибудь файл Гербер и заказать производство платы на производстве плат. Но сразу скажу, что у меня мало опыта работы в этой программе, и наверняка я где-то накосячил. Платы я на производстве не заказывал, поэтому не знаю, какие подводные камни тут вылезут, но если вы хотите этим заниматься, то, пожалуйста, проект открыт, можете плату дорабатывать, улучшать, как вам заблагорассудится. Сделать такую плату односторонней, наверное, можно, но сложно. Поэтому я ее сделал двухсторонней. При заказе на производстве это не должно вызвать никаких проблем, а при изготовлении вручную тоже не должно вызвать никаких проблем, потому что на втором слое всего лишь две дорожки, которые в реальности можно заменить двумя перемычками. А еще в Кикаде есть прикольный 3D-просмотрщик, который позволяет увидеть, как примерно плата будет выглядеть в реальности. Ну а вот как этот тестер выглядит в реальности. Плату я изготавливал методом LUT, получилось на самом деле так себе. Тут я что-то маркером подрисовывал, что-то у меня не затравилось, что-то перетравилось, но да пофиг, на работу это не влияет. Ну а вы, если будете делать плату, может быть, сделайте ее более качественной. Так или иначе, давайте подадим на этот тестер питание. Здесь у меня 12 вольт. И если сейчас нажму на кнопку, то будут мигать светодиоды, которые сидят на выходах мультивибратора. Естественно, без операционных усилителей. Нижние все светодиоды не светятся. Круглые зеленые светодиоды у меня закончились, поэтому впаял вот такие прямоугольные. Но зато теперь устройством может пользоваться даже дальтоник. Давайте проверим какой-нибудь операционный усилитель. Ну, например, вот эту микросхемку. Это LM358. Операционник сдвоенный. Поэтому мы вставляем его в эту панельку. И нажимаем на кнопку. Как видно, здесь горят все светодиоды, которые подсоединены к его выходам. Причем зеленые светодиоды горят тогда же, когда и на выходе мультивибратора. Красные, соответственно, аналогично. Так что можно сделать вывод, что этот операционник полностью рабочий. И с ним все хорошо. Давайте теперь попробуем какой-нибудь другой проверить. Для начала нужно этот выковырять, конечно. Ну вот, например, такая у меня есть микросхемка. Это NE5532. Это тоже сдвоенный операционник, поэтому вставляем его обратно сюда же. Нажимаем кнопочку. И тоже, как видим, все работает. Давайте теперь попробуем проверить какой-нибудь не сдвоенный операционный усилитель. Ну, например, я вытащил TL071 прямо из этой же платы блока питания. Ну и теперь вот эту микросхему надо вставлять вот в это место. Вот в эту панельку. Ну и, как видим, тоже все работает аналогично. Ну, в общем, как видно, тестер работает, свою задачу выполняет, микросхемы тестирует. Но в любом случае наличие тестера не освобождает от необходимости понимать, что вы тестируете и какие результаты хотите получить. Например, есть вот такая микросхема. Допустим, я ее воткну вот сюда, нажму на кнопочку, и что мы видим? Зеленые светодиоды горят как положено, а красные не горят. Можно подумать, что эта микросхема неисправна. Но если мы посмотрим внимательно, то это микросхема LM393. А это не совсем операционный усилитель. Это компаратор. Ну, казалось бы, компаратор и операционный усилитель не должны сильно отличаться. Но если мы внимательно посмотрим, как у нее организован выходной каскад, то увидим, что там всего один транзистор. Таким образом, данная микросхема не может выдавать какое-то напряжение на выходе. Она может только садить выход на землю. Ну и когда она это делает, то ток течет через зеленый светодиод, и он загорается. В общем, в данном случае именно так и должно быть. Кстати, данную микросхему я купил специально для видео. Вот видите, мне не жалко было идти за микросхемой для видео, и я надеюсь, что вам не жалко будет палец вверх поставить. Не зря же я 15 рублей на нее потратил. Ну, в общем, тестер я показал. По ссылке в описании можете скачать схему, печатку и дорабатывать это все, как вам заблагорассудится. Ну, а на этом у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok